добрый день уважаемые зрители мы продолжаем эту тему я эти два видео выпущу одновременно юному сотруднику и юному руководителю наставления вот хотелось бы продублировать мой комментарий по поводу внедрения эти фото да вдруг собственно чарса да ваш этот вопрос не увидел на территории российской федерации как оказалось на на практике это внедрение бессмыслен потому что ценность отойти можно показать средствами тагава да как бы тратить время на усложнение модели управления сфер информационных технологий кое без того сложная ну честно говоря большого смысла не вижу итак переходим к теме видео на прошлом на прошлой беседе мы говорили в юному сотруднику наставления так вот юный руководитель это человек которого назначили первый раз осуществлять управленческую деятельность по возрасту он может абсолютно быть не юным но управленцем он не был никогда ситуация может быть может быть больше ну это он перешел из компании в который был линейным сотрудником на повышение до другую компанию вот и собственно его назначили в той компании в которой он работает управленцем например начальником каком-то отдела личное мнение легче перейти потому что если вас назначают руководителем той компании в которой вы уже пять лет работали с людьми вам придется достаточно тяжело в своем позиционировать мы с вами рассмотрим сейчас оба варианта но я укажу на особые такие сложные места в варианте где вы в той же компании первое чего должен придерживаться руководитель деловой этики обратите пожалуйста внимание руководитель это образец если руководитель позволяет себе поведение которое противоречит деловой этики то тогда требовать деловой этики от ваших сотрудников но это уже полная ерунда руководитель но тут вот надо понимать что руководителю может позволить себе давить на быть более жестким может позволить себе словесные конструкции за использование которых сотрудник должен депримироваться но опять же он не имеет права оскорблять унижать необоснованно наказывать выражать свое неудовольствие иметь какие-то личные предпочтения нет не имеет права противном случае говорить об исправлении регламентов это пустую тратить время руководитель это лицо отдела 2 это была первая мысль вторая мысль есть такой такая фраза приватизация прибыли и национализации убытков ну это когда вот критики капитализма используют вы знаете очень часто руководитель все успехи отдела приписывать себе все неудачи вешать на сотрудников плохая философия очень плохая философия будьте осознанны я не говорю что надо все успехи приписывать сотрудникам все неудачи вешать на себя это не что иное как бессеребренничество и очень быстро закончится вашем увольнении с компанией но тогда будьте еще раз говорит целостно и осознанно если вы на своих сотрудников вешайте все не успехи отдела тогда значит и успехи тоже надо приписывать все своим сотрудникам и говорить на перед своим состоящим руководителем что вот эту задачу мы выполнили не благодаря моему руководству благодаря сидорову а вот это благодаря петров а вот здесь себя проявил алифтина а я я рядом стою однако я бы хотел обратить ваше внимание мы читаем исторические хроники там вот например ученые мужи очень ученые мужи которые давным-давно умерли им там статуи поставили они говорят суворов разбил такого-то вот полководца тоже разбил наполеона александр македонский разбил индийского царя простите ну что личный что ли разбил от это не вдвоем дрались на то есть два человека друг против друга дрались нет в направлении этих людей были достаточно сложные системы армии это очень сложная система тем более тем а почему что да он разбил да или говорят что людовик победил там испанского там правителя на он победил этот победил этот не победил то все время говорят про кого про лидеров про управленца или говорят король проиграл король потерпел поражение может он хорошо командовал может он говорил правильные команды но его подчиненные их не выполняли из-за саботаж или из-за шпионов еще из-за чего понимаете вина на нем полководцу отрубают голову старину за то что он там проигрывает войну солдат мог наказать палками но все равно никто не требует от легионера победы легиона от легионеры требует чтобы он сам сражался там храбро и умел от слега то командира легиона требует результаты за легион поэтому давайте все таки понимать это да что ситуация когда легат говорит мой легион разбил этих вот варваров а вот мои легионеры проиграли подожди а легионеры они без тебя да как-то сами это все делали это очень плохо поэтому что рекомендую я и успехи и не успехи ваш уходила это результат вашего руководства примите как данность если у вас саботируют сотрудники это значит вы не справились саботажем не приняли меры да будь то увольнение мотивация повышения зарплаты еще что-то вплоть до консультации со своим вышестоящим руководителем тем более если вы юный руководитель в этом ничего такого не вы можете рассказывая про успехи сказать что под моим руководством эти люди справились просто потому что действительно под вашим руководством они справились не надо принижать себя но и не надо говорить что я один достиг этого успеха тогда простите вы не полководец а герой а герои это верный залог зависимости от личности для компании которая является системой это очень узкое место в работе третье управление это наук это не какая-то фигня которая приходит сама как мне надо сказать нет управление это наук став управленцем вы должны понимать что вы уже не специалист вы не специалист вы управленец и если вы стали грубо говоря начальником инженерного отдела в энергетике то вам придется изучать кроме энергетики еще и управление и уже может быть такая ситуация когда у вас в отделе появятся люди знающие энергетику лучше чем файл отсюда следует такой момент момент да а зачем мне быть управленцем и как я могу с ним быть то вы знаете ваши сотрудники всегда будут обладать меньшим кругозором чем вы до в плане работы компании поводнявшись по уровню вы будете больше знать что компании нужно и будете принимать решение на основании более широкого круга информации потому что вас элементарно будут приглашать на те совещания на которые у вас раньше хода не было и знать вы будете то о чем раньше не знали ни в коем случае следующее можно ли быть экспертом параллельно с управленцем можно но вечно вот этот вопрос у меня вызывает некое недоумение я уж решил вот прямо звучит можно можно эксперт это специалист дороже до огромных знаний можно вот только сколько времени своей жизни вы готовы на это тратить я вот живой пример управленца и эксперта на время но лучше вам не знать сколько времени моей жизни уходит на то чтобы поддерживать себя и по той роли и по этой готовы справа это возможно не готовы лучше будьте чем-то качественным одним чем некачественным оба следующий в отношении с ваше стоящим руководством придерживайтесь уважительного отношения помните что эти люди нагружены задачами сложность которых вы сейчас не понимаете но я получил повышение вы поняли что задачи стали значительно сложнее на уровень а у людей которые над вами они еще в лучшем случае на уровне они на два сложнее чем у вас сейчас и если вам кажется что ваш директор ничего не делает то это вы просто не понимаете его работу ничего постыдного в этом нет потому что полководцу кажется что князь занимается какой-то ерундой вот только если князь это ерундой не будет заниматься то солдатам полководца есть будет нечего по факту и брони не будет если не заниматься экономикой и хозяйствами то армия который ничего не выращивает не сеет не жнет и не пашет что эта армия будет кушать и кузнецы где взять тех кузнецов которые будут ковать оружие потому что имеющихся еле хватает на сельхоз инвентарь и на ремесленные производства и кто-то вынужден заниматься экономикой и у князя куча вопросов и культурное развлечение экономика много много вопросов везде у него есть подчиненные если каждый из этих подчиненных думает что князь впустую тратит свое время надо бы заниматься вот его только вопрос знаете князь который правитель который отказывается заниматься остальными вопросами хорошо если у него там есть классные управленцы но чаще всего система разрушается ну и последнее о финансовых ожиданиях руководителя не торопитесь требовать многократной прибавки к жалованию особенно если вы стали руководителем своей текущей компании вы получили возможность произвести получить уникальный опыт для вас укрепитесь развеетесь когда почувствуете себя уверен тогда идите только тогда идите просить себе повышение с четким объяснением что вот благодаря моему управлению мы достигли вот таких успехов ну и такое уже не то не мысли просто замечать если вы стали к одним в той компании в которой вы были сразу говорю выстраивайте отношения подчинения своими бывшими сотрудниками не допускайте никакого понебратства прекращайте с ними куда-то ходить на на первом этапе придется вот как раз со своими сотрудниками сходить когда вы были перешли другую компанию например в кино можно совместно возможно всем отделом на этом можно а вот на первом этапе очень быстро вы окажите ситуации когда вам позвонит ваш сотрудник и скажет слушай василий я тут сижу а у вас проект ты меня прикрой хорошо и положит трубку в его голову даже не приходит что раньше вы его прикрывали но теперь теперь у вас нет руководителя ваш руководитель который вместо которого вас поставили он ушел из компании ну допустим пошел в москву на повышение какую-нибудь другую компанию а больше вас тоже прикрывать с василием некому вы теперь руководить и вы набираете василию должны сказать василий васильевич мы с вами не закончили разговор почему вы решили что вы можете себе позволить общаться со мной в таком тоне это первое второе я не согласовываю вам эту поездку у вас отпуск когда вот тогда вот тогда и поедете я напишу бэс допишите бэс вы сорвете нам проект соответственно о премии речи быть не может если вы не готовы к такому позиционированию не надо лезть в руководителя я кроме странных людей приходящих на собеседование которых я много рассказывал предыдущие видео вижу много странных людей приходящих занявших позиции руководителя я не понимаю зачем эти люди туда шли кроме как на улице вы идете туда за зарплатой вы помните что мир он построен на принципах весов и чем больше вы бросите на одну гирьку тем выше подлетит другая чаша и ударит вас по лицу вот вы бросили на одну гирьку зарплату огромную другая чаша подлетит и бум может лучше быть экспертом и получать большую зарплату а если вы хотите быть руководителем если у вас эта тяга есть ну будьте готовы к тому что я сказал этот человек придет потом на следующий день потому что ему нужна премия и будет хмыкать хмыкать он будет как последняя свинья в вашу сторону и вы должны быть к этому готовы если вам стыдно перед вашим приятелем не ходите в руководителя такой руководитель очень быстро погубит отдел потому что помните что конечный результат отдела зависит от вас где человек попал в больницу заболел на него просто больничный отлежался без больничного если может работать удаленно можно даже оплатить эту работу но если результат нужен то придется действовать в рамках результата и не в рамках ваших дружеских приятельских отношений которые вы наработали за предыдущее время которые возможно вам помогали даже теперь они будут другими другими они будут все и когда вы вместе со всеми сотрудниками ругали своего руководителя бывшего что он злобный тиран и автократор вы теперь будете этим тираном и автократором лучше всего быть играю демократию ваша девочка низко быстро снизит результаты и вас уволят и наймут того человека который быстро закрутит гайки и болты и порядок будет в отделе а еще кстати у вас сотрудники после увольнения думаете бы очень хорошо вспоминать будут сильно заблуждаетесь вас будут поливать по моему потому что из-за результатов отдела в отделе никто не получил премию или еще хуже когда в компании была я индексация зарплаты ваши дела пошли потому что у вас плохие результаты а сотрудники узнают скажет у нас руководитель ни к чем не может договориться с вашим руководством никакой индексации всем индексировали они никогда не свяжут этот вопрос с ним что они фигу вы работали и не свяжет виноватым всегда у него делать ну конечно встречаются сотрудники осознанно их там примерно александр фридман говорит 10 процентов я в своей практике встречал два три два три процента там до пяти процентов осознанных людей которые будут стараться и все остальное 5 процентов тех которых надо просто выкидывать в окно сразу же без разговоров и вот оставшиеся 90 процентов ну фридман говорит 80 ладно босс не пускай будет он 80 80 90 процентов это люди которые нуждаются в управленческой деятельности они нуждаются в том чтобы их управленец ими управлял руководитель ими руководил в противном случае они очень быстро погружаются в энтропию никакого результата не будет и в конечном счете их не вот это их простите работа ударит по ним же а виновным виновным выйдите вы как их руководитель на этом спасибо за внимание до свидания